О следующей песне необходимо сказать несколько слов. Дело в том, что я уверен, что многие из вас в юности, по крайней мере, увлекались научной фантастикой. Тогда не было этих фэнтези, тогда была нормальная научная фантастика. И лучшую такую фантастику писали братья Стругацкие. И вот я где-то так в классе 9-10 сижу и читаю роман «Страна бобровых туч». Это ранние Стругацкие, насколько я понимаю, там нет никакой социальной подоплёбки, там настоящий мужество покорителей космоса. И вот на поверхности Венеры в атомном вездеходе сидит экипаж Быков, Юровский, Юровский и ещё кто-то. И вот один из них берёт гитару, в принципе, уже смешно, в атомном вездеходе на поверхности Венеры. Ну вот так у них гитара оказалась. И поёт песню. И в книге есть текст этой песни. Совершенно фантастически-романтический. Фантастически-романтический. Его захотелось петь сразу и, как оказалось, не только мне. На это стихотворение есть как минимум 4 мелодии. Мы вам покажем наш вариант мелодии. Она нам, как кажется, более гармонична с этими замечательными стихами. Ты слышишь, печальный топелка не станет, не слышишь, пушка не беда. Уходят из гавани дети ума, уходят на долг куда. Ты слышишь, как чайка рыдает и плачет, светцовую сыпь поростя. И скрываются строгие, чёрные панчутся серы, завязок дождя. Придут линий ветер в ненастной море, где реальная пена бурлит. Спокойные люди в неясных зори уводят свои корабли. Их швут штормовые часы штурвала, кривой у неведомых скал. И бешеный рокер девятого мала, и рифа голодный оскал. И тёплые ночи, и влажные сети, и шелест сухих парусон. И ласковый, тёплый, зырющий ветер, пройдёт их прибрежных лесов. Их ждут вперед, вперёд океан, от плечи чужая вода. Уходят из гавани дети ума, вернутся не скоро, а когда. Вот такая печка. Субтитры создавал DimaTorzok